в этом видео у меня будет вот такая синяя голубая немножко морская тематика вот цвета которые я использую это русская синяя цириолиум и зеленая фц помимо черного и белого заливку я буду делать на такой вот круглый планшет вот это у него защитная пленка для этой техники мне сегодня понадобится фен у меня вот он есть такой с плоской насадкой вы можете в принципе любой фен использовать для этой техники просто с плоской мне больше нравится как получается сдувать это дело каждого также я буду немножко использовать силиконовую смазку для эффекта пены так что приступаем начнем мы как обычно с размешивания красок больше всего мне понадобится белый цвет много и думаю основным у меня в этот раз будет цириолиум и мне хочется чтобы он был с таким чуть более зеленоватым оттенком поэтому я прямо вот в этот стакан добавлю туда капельку зеленой фц чтобы это был более зеленоватый цвет отдельно зеленый я возможно даже и не буду использовать давайте с вами посмотрим какой цвет там выходит разве что может еще самую капельку где-то у меня может посмотрим ходу дела выдавлю пару капелек пусть будет на всякий случай так же у нас у нас будет синий и черный цвет вот он совсем чуть-чуть вот значит как видите у меня в основном основные цвета это белый и цириолиум с зеленым их я заливаю почти полностью медиумом зеленым у меня тут совсем капелька значит синий наполовину стакана примерно и черный совсем чуть-чуть не получается все заступаем очень тщательно мы размешиваем краску чтобы она у нас была без комочков прямо со стеночек со дна соскребаем все до самой последней капельки или стакана вот вот Все, я закончила мешать тяску. Вы могли обратить внимание, что, допустим, вот у меня прюсская синяя. Когда я ее разбавила с медиумом стаканчике, она стала более светлой. Вот этого не стоит пугаться или там добавлять черный. Многие цвета немножко разбеляются медиумом, но когда они высыхают, он становится прозрачным и, соответственно, цвет тоже темнеет. То есть очень часто, если вы используете такие цвета, как черный, как темно-синий, темно-зеленый, они достаточно светлые получаются в стаканчике. А когда эта работа высыхает, она становится значительно темнее, если их использовать много. Поэтому имейте это в виду. Также я буду использовать силикон, но я не хочу использовать его много. Я немножко отолью белые краски и пшикну его вот сюда. То есть это у меня будет как бы пена морская. То есть я хочу делать абстракцию морской тематики. Поэтому немножко силикона мне не повредит в этом деле. Так, ставим все наши цвета. В принципе, если у вас испачкался холст или основа, которую вы заливаете, это не страшно, потому что на нем будет такой значительный слой краски, который все это переклюет. Но у меня тут очень защитная пленка. То есть имейте в виду, что вот эти вот белые планшеты, они всегда защиты пленки. То есть ее очень тяжело обнаружить. Вот, в принципе, можно заливать и так, а потом просто, если у вас не получилась краскина, снять эту пленку вместе с ней. Использовать планшет гораздо, чтобы он был белый. Но я сразу буду рисовать уже на чистовой поверхности. И начнем. Значит, вспоминаем, что силикон. Добавляю буквально вот один-два пшика. Раз, два. Этого мне более чем хватит. В остальные цвета я его добавлять не буду. Теперь, значит, подготовили фен. Он у нас на низком старте. Заверяем, что он у нас включается. Так, и начинаем лить. Значит, я хочу сделать вот имитацию вот такой вот волны. При этом, чтобы у меня была достаточно светлая композиция, значит, я низ белый цемным. Лью. Иди сюда. Я делаю вот такой тоненький носик и лью из него краску на планшет. Так, основной у меня тут все-таки, конечно, должен быть бирюзой. Недоразмешанный. Твое. Продолжение следует... Так, вспоминаю, что где-то у меня кипятный мой любимый вот этот вот... Немножко мы добавим зеленцы в нашу пену. Вот, и все остальное состранство я залью белым цветом. Так, ну и не забываем за нашу пену. Значит, у нас основной получается активатор. Вот, и она у нас... Так, ну и все остается. Все, дальше нам остается... Самое интересное это сдувание фена. Я постараюсь достаточно пушатно сделать потоки пены и воды. Но этот цвет такой достаточно неканцелируемый. Сдувание фена. А вы хотите внимание, как я работаю феном? То есть я захожусь вот плавно, но достаточно быстро. При этом я стараюсь вот нигде не задерживаться надолго. Потому что чем дольше вы будете феном раздувать какой-то участок, тем больше у вас там смажутся и перемешаются цвета. То есть это будет не очень уцессивно. Важно успеть вовремя остановиться. Я сейчас смотрю, где бы мне добавить какие-то акценты. Вот, может, немножко пены где-то мне больше хочется. Вот где вот эта вот темная часть, достаточно скучная. Вот немножко сюда еще налью пены и сейчас сдуваю ее. То есть если нужно, можно вот зажать фен сукой, если воздух только не горячий. И более точечно... Нет, не более точечно. Так. 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 Немножко Я буквально последний партнер шагов я рисовываю. Все, вот эта техника, она сложнее, чем, скажем, просто переворачивание стаканчика, возможно, не сразу у вас получится, но обратите тогда внимание, то есть, как вы работаете с феном, то есть, если, скажем, у вас не получается создавать вот эти эффекты, подумайте над скоростью, во-первых, то есть, мы плавно делаем вот такие движения, раскатывающие, то есть, всегда помните, что вы краску именно раскатываете и насваиваете друг на друга, то есть, у нас рисуют, как бы, не сам фен, а потоки воздуха, которые мы направляем на свои краски.